Всем привет! Короче, я решила снять еще один влог про продажи. Всем привет, друзья! Это мой новый рабочий влог. Встала я сегодня очень рано для того, чтобы отфоткать еще успеть новый кулон. Его сегодня забирает с собой мама. Вот, ей он прям очень срочно нужен сегодня, и я хочу его отфоткать. Вчера я уже начала фотосессию этого украшения, но ее пришлось прервать из-за того, что нас очень резко испортилась вечером погода. Я, кстати, заказала вот такую вот руку белую. Не знаю, посмотрим, как она придет, потому что мне очень нравится демонстрировать кулоны вот именно на этой руке, что очень удивительно тоже. А тут черный фон не подходит, то есть мне кажется, что на чем-то белом. Хотя, либо, вы знаете, еще если это смотреть в качестве непредметной съемки на человеке, отфоткать этот товар, то мне кажется, что вот что-то белое подойдет. Еще я взяла цветные вещи. В общем, там где-то три штуки цветных вещей, и одна вот белая. Сейчас начну, приступлю. Давайте я вам еще поближе покажу этот кулон, ради чего вся эта суета и красота. В этом наряде я была на юге, я помню. Господи, это так давно было. Нашла я все-таки на чем сфотографирую этот кулон. Мне кажется, идеально подошел этот свитер. Не знаю, у меня по тону, по цвету более подходящего, наверное, ничего и не было. Не нравится. Ну что, сегодня я еду в таком наряде. Черный свитер, думаю, можно. Ничего, особо не оголено так. Вообще, сегодня суббота, выходной, но не у меня. Короче, прикиньте, во всем комплексе нет воды и закрыты туалеты. Мне же вот делать нечего, хотите искать туалет за пределами ТЦ. У них произошла какая-то авария, поэтому во всем ТЦ закрыты туалеты все. У них нет воды, никого не пускают и говорят, идите в окей, я это за метро. Я вышла какой-то, я не знаю, я просто была в шоке. Я спустилась на лифте, хотя на лифте редко режу. И я вышла через боковой выход, там была вкусная точка. Вот, и я решила, короче, сюда пойти. Но все равно сам факт, сама вот эта вот ситуация, да, это очень неудобно. Вот. Давайте пробежимся немножечко по ассортименту. Посмотрите, какие тут новинки. Ну, то есть, как здесь переоформили. Кстати, по-моему, вот на озерках больше всего скидки. Прям очень много все время скидки. Кстати, я первый раз вижу такого размера панель. Ну, потому что это магазин другого типа, не такой, в котором я работала. В котором я работала, там он более новый. Это более старая версия, так скажем. Тут еще какая-то вот нежно-розовая коллекция. Я, короче, была уверена, что я ничего не найду интересного, чтобы могло зацепить мой взгляд. Уже почти год у меня жизнь идет по одному и тому же кругу. Съемки, монтаж. То есть, все обычно выходные я трачу, провожу за телефоном, за своим, за экраном. Я что-то монтирую. Это может быть как для группы, так и для канала. Я что-то оформляю. Я не только монтирую, я еще делаю как обложки такие, да, превью. Все вот это по кругу, то есть, прям замкнутый такой круг. То есть, летом летняя тематика, зимой зимняя тематика. И вот я не знаю, мне вроде бы хочется, с одной стороны, что-то новое. Ну, как-то по-другому попробовать проживать жизнь. Но, с другой стороны, чтобы проживать жизнь по-новому, нужно отказаться от старого. А старое в целом... Ну, в этом есть тоже своя романтика. Иногда пересматриваю фотографии, как все было. И вот иногда ко мне приходят такие мысли. Мне кажется, что я должна, как бы, наверное, удержать ту мысль, подумать. Может быть, что-то попробовать по-другому, как-то жить. Но я живу по-старому. В этом году даже на даче я была всего несколько дней. Как-то все не получалось. Одна я туда не хочу ехать, потому что там может что-то заклинить. Дверь, замок, колодец мне одной не открыть. Мне нужна помощь какая-то, желательно, мужская помощь. Вот. И брат работал первые два месяца лета. Поэтому с братом я не могла поехать. Вот. С родителями у меня как-то не пересекалось. То они могут. Я на работе уже договорилась, что я выйду на смену. То они не могут, и я могу. Вот. Из-за этого одна я ехать не хотела. И как-то вообще не получалось абсолютно. То есть. А мне бы очень хотелось, наверное, недельку где-то побыть на природе. Немножечко просто погулять. Походить, посмотреть, пофоткать что-то. То есть мне не хватает такой действительно какой-то перезагрузки. То есть отдохнуть от всего вот этого. От украшения, от бежитерии, от съемок, возможно, даже. Вот просто так погулять. Хотя понятно, что я от съемок все равно не отдохну. Я буду что-то доснимать. Но, по крайней мере, ничего не монтировать хотя бы. То есть больше пройдет времени на природе. И вот, по сути, осталось очень мало времени. Я даже не знаю, побываю ли я на даче. Поживу ли я неделю, как я хотела. Потому что сейчас 3 августа. По сути, лето подходит уже к концу. Я не знаю вообще, поняли ли вы сейчас мою мысль, суть, которую я хотела передать. Вот. Просто у меня немножечко такое состояние. Не знаю, что мне. Не знаю, как лучше мне делать. Короче, эти уши были распакованы. Я сейчас проверяла. Разбираю пакет. И, короче, нашла эти уши. Решила их померить, потому что обычно они запечатаны. В торговом центре очень мало народу сегодня. У нас народу вообще нету. Чтобы вы понимали, 3 человека зашло. На улице Дождино. И в торговом центре нету вообще воды. Вот. Короче, я тут разбираю товары. Все, я запечатала обратно уши. Кстати, они сейчас идут по акции. Последние уши остались. Эти уши купили. Ну, то есть, женщина выбирала тут себе товары. Я поняла, что она покупает еще и ребенку что-то для волос. И предложила взять эти уши. Смотрите, есть еще вот такие вот уши телесного цвета. Как вы думаете, они лучше? Посмотрите, теперь так неудобно волосы убирать. За ушко. Зато, наверное, эти уши, если распустить волосы, то они как бы держат укладку, да? Короче, я делаю этот фотоотчет о проделанной работе. Что тут убираются, вот, и так далее, и тому подобное. Нужны фотки, как я протираю разные панели, зеркала. Такого, по-моему, я вам еще не показывала, да? Ну, в общем, я ставлю так телефон, таймер и снимаю. Не знаю, они протерутся к моей вот этой кофте, что она немножечко рваная. Я сто лет уже не видела маршрута. Господи, раньше же они у нас ездили, можно было очень быстро доехать. Сейчас нет. Короче, сейчас будут доедать из Мака еду, потому что я по ошибке больше заказала. И гречу с курицей. Ну что, друзья, время седьмой час. Туалет так и не починили. То есть все по-прежнему, чтобы вообще помыть руки, не знаю, нужно преодолевать следующий путь. Выходить из ТЦ, проходить дорогу, парковку вот эту проходить, трамвайную пути. И там будет Макдональдс, там заправка-Макдональдс. Думаю, вот это вот колечко хочу купить. Я очень давно хотела вот какое-то похожее колечко. Короче, я очень давно хотела себе домашние штаны белые. И вот, наконец-то, недавно я уже собиралась выходить из магазина и случайно их увидела. Зацепился мой взгляд. Я их померила, они мне подошли. То есть я прям визуализировала. То есть белые штаны, обязательно белые, домашние. Короче, наконец-то я купила себе для дома новые штаны белого цвета. Случайно прям их увидела, уже собиралась выходить из магазина и заметила. Также я очень давно тоже хотела такое вот кольцо с бабочкой. И вот, по-моему, оно сейчас тоже только одно в этом магазине есть. Сегодня, кстати, была знакомая покупательница. Представляете, уже даже в этом ТЦ я прямо ее почти что сразу узнала. Была такая история, что ей пробили... То есть она покупала заколку, но ей пробили ободок. Но она забрала заколку. Знаете, что такое заколка-банан? Сейчас давайте покажу, пока помним. Потому что многие наверняка не знают. Вот, смотрите. Короче, вот, заколка-банан. Вот так они открываются, запомните. Вот такой они формы есть. Они абсолютно разные. Есть со стразами, есть без. В общем, она взяла себе черную заколочку. Там были небольшие стразы. И пробили ей, получается, ободок. А она забрала заколку. И, в общем, она это уже дома обнаружила. И этот человек, ну, то есть прям такой добросовестный. То есть она пришла, вот про это рассказала. Мы сделали возврат. То есть оформили возврат этого ободка. Пробили еще раз все-таки заколку, которую она уже пользовалась, получается. Хотя вообще, на самом деле, возврату не подлежат у нас товары, которые для волос. То есть все, что для волос. Но так как она, по сути, этим ободком не пользовалась. Потому что вот я пришла, я сразу его увидела, что он без бар-кода. Вот, поэтому я провела этот возврат. И, в общем, сегодня я ее прям сразу узнала. Она опять пришла за этими заколками. То есть это мы подобрали очень быстро. Четыре заколки. Вот так же, бананов таких же. А потом долго очень с подарком ковырялись. Вот. И товары, короче, подобрала я. Интересные, разные. Ей прям они очень понравились. А еще, прикиньте, сегодня ко мне прям уже две анкеты. Прям люди идут, у которых был день рождения. То есть либо сегодня день рождения, либо он был. И то есть прям получается, что по срокам подходит человек под эту акцию. Я сколько работала, один раз там буквально заполняла эту анкету. То есть я проработала 7 месяцев, я один раз заполняла эту анкету. Сейчас я работаю тут. И мы за один день уже две анкеты заполнили. Представляете? Вот такой вот у меня обзорчик. И вот тут видно, если кто-то проходит. Я слышу, что там зовут охрана. Вот, возможно, это когда-то я вам что-то рассказывала. Вот проходили, какие-то дрались. Можно прерыв уйти, пока они сюда не зашли. Хотя это парни, вряд ли они зайдут в этот магазин. Слышно? Кстати, когда-нибудь я обязательно расскажу какие-то интересные истории, которые я помню. Как мы из них выходили, то есть что произошло. Всё-таки 7 месяцев работаю. Много чего интересного произошло. И заходили в магазин люди подозрительные и так далее. В принципе, пишу отдельное видео, но будет называться как-нибудь топ-5 ситуаций, там, случаев, вот, в магазине. Так, от лица, типа, история от лица продавца. Куда-то туда я сейчас прошёл охранник быстрым шагом. И девчонки, которые у меня сейчас тут были в магазине, они зашли и пошли в другую сторону. И причём одна из них такая говорила, как ты думаешь, всё, там уже всё закончилось. И она такая, вторая отвечает, что мы выйдем просто в другом месте. Значит, скорее всего, там что-то произошло. Сейчас до меня доносятся какие-то слухи, какие-то голоса о том, что кто-то пшикнул каким-то баллончиком и увезли какого-то мужика. Всё. Ну, это, знаете, просто слухи. Я не доверяю слухам, но какая-то заваруха там явно есть. То есть, представляете, я сейчас узнала, что в Сочи есть торговый центр Morium Mall, и там тоже есть магазин Lady Collection. Я же просто хотела пожить на юге и хочу какое-то время пожить на юге. Ну, не прямо сейчас, конечно. Вот. Для того, чтобы переехать хотя бы немножечко пожить и понять, как подходит город вообще, нравится в городе, не нравится, по климату, как он подходит. Мне кажется, что там лучше будет климат для меня. Ну, что, я сейчас в Питере обойду все такие места крутые, которые я хочу посетить. Когда мне в Питере станет скучно, я захочу в другой город съездить. У меня сразу в голове такой, как положительный, так и отрицательный фактор. То есть положительный, вот крутой воздух, вот там можно будет на море поплавать, как раз мне врач сказал плавать. Вообще климат другой, вообще морской, вот этот воздух полезный очень. Но с другой стороны, я понимаю, что я уставать буду на этой работе очень сильно, как это и было раньше. Я уставала очень сильно. Вот. И я не так часто буду гулять, как мне бы этого хотелось. Это, во-первых. Во-вторых, я могу заболеть. Всякое может быть. То есть, вплоть до того, что ты на море наглотаешься воды и все. Кстати, чтобы не наглотаться воды на море, а потом так вот не слечь с какой-нибудь заразой, нужно пить антрасгель, вот послушайте, честно. Как только наглотались воды в какой-нибудь речке вонючке, сразу принимайте. Это очень невкусная гадость. Ее можно либо просто столовая ложка потом запить воды, либо прям вот размешать в воде и выпить эту воду. Я знаю, что она есть с разными вкусами, но я чаще просто без какого-либо вкуса беру. Это гадость такая редкостная. Зато как помогает, зато, понимаете, многих потом забирают, приезжают к ним скорые. Ну, я просто знаю, у нас и в этом году родственники летали опять на юг. Это одна и та же знакомая история, поэтому и теряются дни драгоценного отпуска. А мы просто принимаем вот этот антрасгель и все, у нас все в порядке. Желательно, даже вот просто вот вы идете сегодня на пляж, если вы знаете, что вы наглотаетесь водой сразу, примите лучше. Либо как только пришли в косты. Короче, такая фигня. Вот, я понимаю, что можно, что угодно может быть. То есть перестройка, знаете, с одного климата на другой. Все, что угодно может произойти, может быть плохо. Вот, еще неизвестно, как в другом городе с больничным. То есть, кто его будет выписывать и так далее, чтобы уйти на больничный. Вот, и это тоже нужно учитывать. Я, кстати, и с летней какой-то морской тематикой делаю кулоны из эпоксидной смолы. Я думала о том, что было бы классно, знаете, этой смолой все равно заниматься немножко вредно. Заниматься, в общем-то, на свежем воздухе, на балконе, с видом на море. Ну, либо просто, чтобы море было где-то вдалеке. Вот, и потом где-то продавать, потому что стоят как раз всякие эти лавки. Ну, какое-то такое место. Так, ну что осталось? Чуть больше трех часов. Нет, чуть меньше трех часов, наоборот. Интересно, сколько стоит, чтобы вот так название магазина разместить, так сказать, на торговом центре? Кстати, кто-то сюда прикрепил надпись «Прерыв 10 минут», но это не я. Вы хотите, когда я буду работать, я буду вот писать Юля, подписывать. И буду подписывать, куда я ушла. Типа, можете найти меня там, вот, координаты свои оставлю. Прикиньте, я вот так вот сижу тут 12 часов в магазине. Самое мое нелюбимое еще это утром срывать вот эти пломбы. Кто знает, как их правильно срывать. Я даже когда-то приносила с собой ножницы маникюрные, только чтобы обрезать нормально. Блин, как темно уже. Август, а помните, я выходила, было прям светло-светло. Представляете, короче, мне уступили место, пока я ехала обратно. Какой-то парень молодой. Так приятно, кстати, еще другой мужчина уступил тоже одной женщине. Ну что, я дома. Через 7 минут будут готовы пельмени. Время сейчас 23.53. Я, короче, ехала на метро. И когда я выходила из метро, то позвонила брату, сказала, чтобы он поставил уже воду. Продолжение следует...